Доброе утро! Подготовка к дачному сезону уже в самом разгаре. Посажена рассада, закуплены инструменты и посадочные материалы. Остался всего один шаг – восстановить дачу после зимовки. Перед тем, как приступить к уборочным и подготовительным работам, обязательно подумайте о защитной одежде. В нашем регионе основная угроза для дачников – клещи. Особенно, если на вашем участке высокая трава, а рядом лесная зона. Поэтому защитный костюм на резинках и плотная обувь убережет вас от этой неприятности. Когда мы переоделись, вооружаемся секатором. Первым делом необходимо обрезать плодовые деревья. Обрезая растения, мы уменьшаем количество ростовых побегов, что обеспечивает качественное распространение питательных веществ. Растение лучше восстановится после морозной зимы и будет хорошо подоносить впоследствии. В идеале каждая ветка кроны должна иметь хороший доступ к свету и потокам воздуха. Обычно обрезку проводят в начале весны. Однако в югре теплая погода устанавливается позже. Можете использовать такое правило для обрезки. Приступать к ней нужно, когда температура воздуха прогреется до 10 градусов, не меньше. За зиму на даче с копьей снимало мусора, опавших листьев, сухих веток и травы. Поэтому берем грабли и приступаем к уборке. Обязательно подумайте над тем, как вы будете убирать собранные листья. Отлично подойдет для этой цели железная бочка или пластиковая подложка. Собранный мусор можно сжечь или использовать для переработки в компост. Помните о безопасности. Сжигать прошлогоднюю траву нужно на расстоянии не менее 10 метров от забора. От количества питательных веществ в почве зависит количество урожая. Поэтому обязательно подумайте об удобрении грядок. Лучше всего с этой ролью справится компост. Можно использовать как заготовленный заранее, так и покупной. Он насытит землю полезными веществами и воздухом. Почва будет рыхлой, а значит корням растений не будет ничего препятствовать. Насыпаем его сверху грядки и перемешиваем землей. В конце можно пройтись граблями. Если вы заметили, что урожай с каждым годом мельчает, а на водах появляются черные и белые налеты, значит почву надо пролечить. С этим хорошо справится белая горчица. Горчица относится к зеленым удобрениям, которые обезвреживают труднорастворимые фосфаты, накапливают в почве азот, улучшают ее структуру и угнетают сорняки. Обычно они запахиваются в почву до или вскоре после начала цветения. На пятой-седьмой неделе после посева ее можно заделывать в почву в качестве удобрения. Ну вот и все. После уборки и подготовки земли остается только ждать теплой, хорошей погоды, чтобы начать засев и высадку рассады. Хорошего вам дня и богатого урожая!